В ходе первого этапа научно-исследовательских работ ученые привезут порядка 1 миллиона выращенных в лабораториях личинок китайского эулафида и выпустят их в самшитовые насаждения парка и заповедника. Примерно через 2-3 недели, в зависимости от погодных условий, личинки станут взрослыми насекомыми, готовыми поражать куколок самшитовой огневки, говорится в сообщении Минприроды. Оценку биологического метода борьбы ученые будут проводить в течение всего лета. И если метод подтвердит свою стопроцентную эффективность и в природных условиях, осенью в Краснодарском крае могут быть созданы специальные лаборатории для мелкосерийного производства эулафида. Напомню, с 2012 по 2014 годы в Сочинском нацпарке и Кавказском биосферном заповеднике часть листвы на деревьях самшита была съедена гусеницами самшитовой огневки, которую, предположительно, завезли в Сочи во время отделенительных работ в Олимпийской деревне. Главной причиной распространения насекомого вредителя Минприрода называет слабый контроль посадочного материала.